Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Я поняла, что я допустила огромную ошибку, не снимая целое лето в видеопокупках, потому что сейчас, когда я собрала все свои покупки за лето в одну большую коробку, то я поняла, что их так много было, что вы сейчас, наверное, подумаете, что я какой-то страшный шопоголь. На самом деле это, конечно, не так, потому что покупки были сделаны, как я уже сказала, за два с половиной месяца, и вот эта вот коробка, собранная с косметикой, выглядит вроде бы устрашающе, но на самом деле всем пользуюсь, всем мне нравится, то есть необдуманных каких-то дурацких покупок здесь нет. Я постараюсь сильно не занимать ваше время, быстренько покажу все продукты, не буду особо ничего о них рассказывать. Если у вас есть какие-то вопросы по конкретным продуктам, то задавайте их в комментариях, я постараюсь ответить либо в комментариях, либо написать пост в блоге, либо, может быть, даже снять отдельное видео, обзор на конкретно интересующие вас продукты. В принципе, все, тогда давайте приступим и начну показывать. Как и полагается, начну с лица, и первое, что вам покажу, это вот такие вот основы под макияж, то есть это продукт, который наносится до тональной основы. У меня это набор такой мини-праймеров от Tarte, он включает в себя два разных праймера для лица, то есть один из них матирует, другой из них подсвечивает немного кожу, то есть это отличный вариант для того, чтобы попробовать, выбрать, что именно мне нравится. И третий маленький продукт, это праймер под тени. Все три продукта я пробовала, и пока мне нравятся, я не могу сказать еще пока более подробно. Еще одна моя мини-версия для лица, это вот такой вот крем от Lancome, который является не только увлажняющим тональным кремом, но также и обещает подтягивание кожи, не знаю, посмотрим, как это работает, пока результатов я особых никаких не видела. Следующие два продукта я вам уже показывала, это две вот такие вот основы, одна от L'Oreal, другая от Revlon, и здесь сейчас будут ссылки, которые будут вести на видео, где я их использовала и показывала их в действии. Как вы, наверное, знаете, кожа у меня сухая, но этим летом очень-очень у нас жарко, поэтому все-таки лицо потеет, и для того, чтобы она сохраняла такой нормальный натуральный вид и матовость, я приобрела себе вот такие вот салфетки, матирующие от NYX. Многие девчонки их советовали на YouTube, по-моему, Miss Watermelon Hater очень их хвалила, поэтому я решила тоже взять, и пока не разочаровалась, мне очень нравится. Как я уже говорила в своем видео о фаворитах этого лета, я стала любить румяна, и, скажем так, дверь в мир румян для меня открыли вот эти вот румяна от Benefit, это Токоролисто. Я, наверное, никогда не устану хвалить эти румяна, потому что они суперкрасивые и очень-очень хорошего качества. Также от Benefit у меня уже был бронзер Hula, который вы наверняка много раз видели, и после такого большого успеха продуктов Benefit я решила, что я хочу приобрести еще какие-нибудь, но поскольку они все-таки не самые бюджетные, я решила взять себе пробники. То есть теперь у меня есть три вот таких вот пробника других румян от Benefit, и я с удовольствием ими пользуюсь, пока вот не решила, какие хочу себе приобрести. Первый это оттенок Throb, его очень сложно произнести, потому что там три эра подряд. Очень красивый такой холодный розовый оттенок. Также есть Dandelion, он очень светлый, и если у вас не сильно светлая кожа, скорее всего его не будет видно на ней, и их можно использовать как просто пудру закрепляющую. И последний румяна, это, конечно, очень известный их румяна Bella Bamba. Я думала, что я хочу все-таки их приобрести, но в итоге я попробовала румяна оргазм от Nars, и я решила, что они действительно очень похожи, поэтому эти я не буду приобретать. Ну и раз я уже упомянула румяна от Nars, то, конечно, я их покажу, потому что это тоже была покупка этого лета. Выглядят они вот таким образом, и если сравнивать с Bella Bamba, то, в принципе, видно, что они на самом деле очень похожи. Единственное, что в Bella Bamba меньше шиммера. Продолжая тему румян, покажу вот такой вот небольшой наборчик от Tarte. Он стоил всего 15 долларов, здесь мини-версия румян Amazonian Clay, которые очень-очень популярны у Tarte, и у бронзера. Сейчас я покажу, как они выглядят изнутри. Вот таким вот образом они выглядят изнутри. Румяна абсолютно матовые, бронзер очень шиммерный, поэтому контурировать им не получится, но он придает очень красивое сияние, такое загаро лицу, поэтому оба этих продукта тоже мне очень-очень нравятся. Если вы уже смотрели мое видео о фаворитах этого лета, то вы наверняка видели также и этот бронзер от Too Faced. Это Chocolate Soleil. Я его просто обожаю. Он абсолютно матовый, супер красивый на лице, им очень хорошо контурировать именно. Также очень хороший матовый бронзер из масс-маркета. Это вот такой NYC Sunny бронзер. Он у них идет в одном единственном оттенке. У меня он немного такой уже поюзанный, но тоже очень хорошо смотрится на лице, тоже абсолютно матовый. И, в принципе, я бы могла его сравнить с Chocolate Soleil. Единственное, что он чуть-чуть более рыжий. Девчонки, которые находятся в Америке, смогут легко купить его в любой аптеке. Также этим летом приобрела себе вот такую вот пудру от Kores или Kores. Девчонки, поправьте меня, если я неправильно сказала. Это греческая компания. На самом деле, это пудра, но она очень темная. Я специально ее брала для того, чтобы использовать в качестве бронзера. Выглядит она вот таким образом. В упаковке она выглядит немного шиммерной, но на самом деле при нанесении на лицо выглядит абсолютно матовой. Очень-очень мне нравится и классно смотрится в качестве бронзера. Эту пудру я взяла всего за 3 доллара на распродажу, поэтому даже если бы она мне не понравилась, я бы ее не пользовалась. Это не такая страшная потеря, но очень приятно было на самом деле не разочароваться. Еще один бронзер, который я приобрела этим летом, выглядит вот таким вот образом. Это фирма Heart Candy. Он на самом деле пришел у меня разбитым, но я смогла его восстановить и могу им теперь пользоваться. Но я хочу предупредить, это оттенок Tiki. И если вы его будете брать, вы даже не рассчитываете, что он будет выглядеть на лице как бронзер, это натуральный хайлайтер. Следующие два продукта меня немного разочаровали. Первый это вот такой вот бронзер от Wet n Wild. Вы наверняка слышали уже и от меня, и от других девчонок, что тени у Wet n Wild просто супер. Бронзер вот такой вот. Он очень пигментированный, бронзер и румяна, все супер. Но когда набираешь в кисть, они страшно пылят и на самом деле очень тяжело краситься, когда все летит в разные стороны. Редактор субтитров А.Семкин